Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Сегодня у нас урок из Берлина. Из Берлина очень интересно. Мы живем в удивительное время. Просто в чудесное, уникальное время, которое надо ценить. Такого времени никогда не было и никогда больше не будет. Потому что каждое следующее время будет каким-то другим. А мы живем в такое время, когда можно сесть в самолет и из Иерусалима перелететь в Берлин, пойти в синагогу спокойно, в Берлине, в синагогу, помолиться очень хорошо. Вообще удивительно. Потом сесть и провести урок Торы через маленький телефончик, который видно во всем мире. То есть я сейчас здесь говорю, в Берлине. А Яков Шатадин, шалом, он слушает где? В Иерусалиме. Максим Беренчук в Киеве. Бодертова, да? Ну и так далее. То есть удивительно. Просто удивительное время. Надо ценить это, радоваться. У нас есть вода, еда. У нас есть свет электрический. Да? Шалом из Воронежа. Ида Зайдер. Зайдер. В Воронеже. Как там? Хорошо. А мы продолжаем изучать Вечную Тору, Вечная Тора, которая связывает Всевышнего с людьми, с еврейским народом, со всем миром. Тора – это знание о Боге. Это как свет, божественный свет, через который мы соединяемся со Всевышним. И мы изучаем первую книгу Хафетсхайма, которая называется... Она так и называется, Хафетсхайм, «Жаждущий жизни», о законах злоязычия, о законах, как правильно говорить. И говорит нам Хафетсхайм в десят... Это уже Зелик Плистин, это Равин, который... Зелик Плистин, который уже в современном мире переложил это на понятные нам примеры уроки. В десятом пункте он нам говорит следующую вещь. Вчера, вы помните, учили, что можно, если человек злостный нарушитель Торы, если он нарушает, то можно о нем говорить всякие позорящие вещи, сказать, что вот он нарушитель такой вообще редиско плохой человек. Но! Говорит нам в десятом пункте интересно... Вообще вот удивительно. Вот, например, там, я не знаю, Олег Гусаров, он решил рассказать о... О каком он... Он видел, как кто-то... Как кто-то, например, какой-то еврей, религиозный, возьмем... Одетый как религиозный, давайте точно. Вот он рассказывает Лошонара в разрешенной форме. Знаете, есть как в Йом-Кипур, когда человеку плохо, он больной, он умирает. Ему можно попить чуть-чуть водички и даже можно поесть. И вот есть специальное благословение, да, так как ты это делаешь для того, чтобы выжить. Но в Йом-Кипур кушать нельзя, а ты покушал. С благословением, потому что Тора это в этот момент разрешила. И вот, значит, кто-то решил сказать Лошонара в разрешенной форме. То есть он увидел, как кто-то одетый, как раввин. Он не должен говорить, я видел раввина. Он должен сказать, я видел. Нельзя же прибавлять. Я видел человека, одетого, как раввин, очень похожего на раввина Сашу. Да, если он говорит конкретно. Он не может сказать, что это был Саша. Он должен сказать, очень похожий на раввина Сашу. Нельзя же прибавлять. Значит, я видел человека, одетого, как раввин, очень похожего на раввина Сашу, который кушал мясо, похожее на свинину. Кушал, и я ему сказал, значит, Рав, Саша, нельзя кушать. А он мне сказал, а, Равина можно. Я, типа, сейчас ее благословлю, и она станет курицей. И вот он рассказывает это, он говорит, да я своими глазами видел. Я видел, я лично видел своими глазами, все это было. Десятый пункт. Говорит нам Зелек Плискин от имени Хафискаема. Но, несмотря на то, что распространять информацию о намеренном нарушителе разрешено, то есть он намеренный, он же это делал не случайно, слушателям нельзя принимать все, что они слышат, на веру. Вопрос должен оставаться под сомнением до тех пор, пока он не подтвердится. Тем не менее, если речь идет о человеке, известном своими злодейским поведениям, слушателям дозволено верить тому, что о нем рассказывается. Но изначально верить нельзя. Представляете? Изначально верить нельзя. Да. Значит, что это значит? Что это значит? Это очень много значит. Вот смотрите. Что такое вообще жизнь человека? Жизнь человека, она вся построена на вере. Вот все, что каждый знает. Вот я верю, например. Я верю, что... Меня зовут Ицкак. Я в это верю. То есть откуда я в это верю? Ну, так меня называют много людей. Везде записано все. Значит, что получается? Я верю, что я Ицкак. Я верю, что сейчас надо проводить урок. Я верю. То есть все, что человек делает, оно базируется на его вере, что так надо, так оно работает. Теперь весь мир, получается, он, как говорил пророк Хавакук, цадик, праведник, бэээмунато ихье. Цадик своей верой будет жить. То есть цадик, он своей верой, он присоединяется к Богу, да, к Богу, к жизни, к вечной жизни, к жизни, всему, что, все, что со знаком плюс, да. И он своей верой будет жить. Он верит, что так надо жить. Теперь, значит, вот когда человек слышит какую-то негативную информацию о ком-то. Если он в это верит, то эта информация, она вклеивается как бы клеем в его картину мира. А зачем ему это надо? Я недавно такую слышал фразу очень интересную, что есть люди, вот человек все время, он с кем-то общается с детства. И он общается с разными людьми. Вначале у него нет выбора, то есть он маленький, кто его там возьмет, ребенок, у него нет выбора, с кем общаться, с кем не общаться. Когда уже человек взрослый, он общается, ну там в школе еще, тоже у него особо нет выбора. Но потом уже у него есть выбор. Так, что меня удивило, что проводили какое-то исследование, и оказалось, что человек больше запомнил о тех людей, которых он не любил и не уважал, и они ему не нравились. То есть всякие обиды, всякие вещи, которые его действительно, да, вот Ривка Абельман, а я как раз только что в Синагодии видел вашего мужа в Берлине в Синагодии, а сейчас тоже в Берлине, это очень интересно. И, значит, давайте еще раз, что человек запоминает и вклеивает в свою картину мира очень много негативной информации о тех людей, которые ему не нравятся. Он не хотел бы у них учиться, он не хотел бы от них стать таким, как они. Но из-за того, что зло, оно как клей, как яд, такое, оно прилипчивое, то он запомнил это, и получается, он теперь живет, и оно у него в голове. Поэтому нам дал хороший совет Хафетсхаем, и этот прям как Аллаха, как закон, и Зелик Плисты нам его перевел, что если кто-то, даже он имеет право рассказать, он это видел, он прав, он на сто процентов там говорит правду, но если это негативная вещь, то ты не должен в это верить. Ты не должен в это верить. То есть, это как бы такая защита, тогда оно с тебя, оп, и как бы соскальзывает. Ты в это не веришь. То есть, не веришь, что какой-то человек, Равин Саша, это сделал. Да, он видел, это было похоже, он это рассказывает. Он даже имеет право рассказать, но когда я в это не верю, то эта информация проходит мимо меня. Она как бы, оп, и не остается во мне. Очень интересный, полезный закон. Вот, поэтому ничему плохому не верьте, вообще не верьте ничему плохому. Восьмая, восьмая заповедь, все, теперь мы переходим к книгу заповедей, краткая книга заповедей Хафетсхайма. Там она нам объясняет заповеди, актуальные в наше время. Значит, восьмая заповедь, вчера была седьмая молиться, сегодня восьмая заповедь, это одевать тфелин на руку. Есть тфелин на руку, есть тфелин на голову. То есть, вот я только что был в синагодии, и вот видите, два тфилина есть. Вот это вот тфилин, который одевается на голову, такая вот коробочка, а это тфилин, который одевается на руку. И вот есть отдельно повелевающая заповедь в Торе. Одевать тфилин на руку – это одна заповедь, и одевать тфилин на голову – это вторая заповедь. Теперь, что это за заповедь такая? Ну, почему такая очень странная заповедь? Значит, давайте разберемся. Давайте разберемся, кто хочет глубже разобраться, я напоминаю, что каждый урок потом превращается в статью на портале vaikra.com И там есть, я когда готовлюсь к уроку, я даю разные ссылочки полезные и так далее, углубления Хорошо, смотрите, значит сказано в Торе, навяжи их как знак на руку твою в книге Дворим Что значит навяжи их как знак на руку твою? Зачем? Знак чего? Есть, значит, причем эта заповедь, есть в истории три заповеди, которые называются знак, знак союза Значит есть знак союза, это твилин, знак четыре заповеди Значит шаббат, это знак союза, шаббат это союз с Богом Когда ты отмечаешь шаббат, останавливаешься каждый седьмой день, это как знак союза, как печать, что ты с Богом в контакте Потом твилин, это знак союза, твилин это знак союза Дальше, Брит-Мила, это знак союза. Значит, Тфелин, Шаббат и Мила, да, три, три есть, три знака союза, три заповеди названы знаком. Тфелин, Шаббат и Брит-Мила, знак союза тоже, союз обрезания, союз обрезания. Теперь смотрите, надо знать, что вот это вот Тфелин, да, который одевается на руку, в нем есть четыре заповеди. В нем есть такие маленькие пергаменты из кожи, на которых написано, написано четыре отрывка из Торы. Четыре отрывка из Торы написано, значит, Шма-Исраэль там написано, то, что провозглашает единство Бога. О исходе из Египта там написано и о том, что надо соблюдать заповеди там написано. И когда ты одеваешь каждое утро этот Тфелин, то смысл этого Тфелина, этого знака, вспомнить, вспомнить о том, давайте я лучше прочту, значит, прочту то, что говорит Рамбам про Тфелин. Вот этот вот, значит, одевание Тфелина, одевание Тфелина. Давайте я прочту, как он, как говорит Рамбам. Этот аспект является очень серьезным, потому что человек, который ест хлеб, собранный в семь дней праздника Песах, тот, кто ест в Песах хлеб, или отказывается принести пасхальную жертву, отрезается от еврейского народа. Мы получили обязанность записывать все, что связано с чудесами, увиденными нами, в Тфелин, которые надеваем на руку и меж глаз, и в мезузах, прибиваемых на дверях домов, и должны вспоминать об этом утром и вечером, чтобы помнил ты день исхода твоего из страны Дибельска во все дни жизни твоей. Смысл этого Тфелина в том, чтобы, когда ты его одеваешь, ты вспоминаешь о том, что Бог не просто Он есть, да? Есть люди, которые говорят, Бог есть, я верю в Бога, да, Бог есть, Он сотворил мир. И что? И что? Значит, ну, Бог есть, да, все, весь мир когда-то знал, что есть Бог. Но дальше откуда пошло идолопоклонство? Идолопоклонство пошло от того, что люди подумали, что Бог, Ему до мира нет дела никакого. Он Его сотворил, Он построил всю систему, и вся эта система, которую Он создал, ангелы, там, все вот эти вот передаточные механизмы, эта система и управляет миром. А Бог, Он создал, и Ему до этого нет дела. Поэтому идолопоклонство первое, которое возникло, они признавали Бога Творца, но они считали, что не Бог Творец управляет миром, что есть Бог Творец Создатель, Творец Мироздания, а есть, и дальше каждый, каждый народ, каждая эпоха, они придумывали, кому поклоняться, кто является представителем Бога, который как будто бы управляет миром. И они пытались наладить, наладить с этими представителями Бога контакт. И это называлось идолопоклонство, да? То есть, когда ты веришь, что у кого-то в этом мире есть какая-то сила, помимо божественной силы, тогда это идолопоклонство. И вот, значит, был там золотой телец, например, да? Были разные, у греков, например, у римлян, у них огромное количество этих идолов, да? У индусов, там, и так далее. То есть, очень много разных они узлов таких сделали. И знаете, на что это похоже? Это очень похоже на царство внизу. Говорят, что царство вверху похоже на царство внизу. Вернее, царство внизу похоже на царство вверху. То есть, когда есть царь, который установил законы, И я сижу и думаю, так, как мне до царя добраться-то? Это до царя мне, чтобы добраться, чтобы он меня заметил? Это очень тяжело. А пойду-ка я сейчас дам взяточку какому-нибудь там губернатору или директору района какого-нибудь, да, дам ему взяточку. И он мне порешает мои вопросы. Вот это вот смысл и дало поклонство, когда люди, вместо того, чтобы обращаться к творцу, создателю мироздания, они обращались вот к этим вот передаточным механизмам. Но что интересно, что интересно? Значит, Бог, в чем сила исхода из Египта и почему этот момент настолько важен? Потому что Бог, он вначале через пророков предупредил, что так будет, потом он это сделал, и потом он сказал, помните об этом все дни жизни своей, каждый день еврести народ, которых Бог выбрал как народ священников. Он сказал, вы, так как вы потомки Авраама, Ицкака и Якова, вы народ священников, значит, вы должны, вот вам 613 заповедей, вот вам чудеса, но вы должны каждый день об этом вспоминать. Вы должны выполнять все эти заповеди. Вы должны, вот если вы еврей-мужчина, вы должны утром встать и не идти куда-то там, куда тебе хочется идти, а идти в синагогу. И в синагоге ты должен помолиться, одеть тфелин на руку, тфелин на голову, прочитать, сегодня читали отрывок из Торы, который именно относится к этой главе. То есть, работа, это называется, вы рабами были в Египте, теперь вы рабы у Бога. То есть, вы должны выполнять определенную работу. Теперь, если вы эту работу выполняете, тогда весь мир, он поднимается, и весь мир работает отлично. Любой, много есть вопросов, а почему еврей-мужчина народ? Почему еврей-мужчина народ? Это, знаете как, очень, если мы посмотрим, вот, говорят, еврей-мужчина народ избранный. Избранный для чего? Для работы. То есть, это как спецназ. А ты хочешь идти в спецназ? Хочу. А что ты там будешь делать? Так ты будешь там умирать каждый день, тренироваться, походы, без еды, без воды. И когда тебе надо, тебя, значит, пошлют куда надо, и ты должен с оружием в руках, или тебя убьют, или ты убьешь. Но ты должен, тебя избрали, ты спецназ. То есть, когда говорят о избранности, особенно когда рассуждают о избранности еврейского народа, евреи, которые не соблюдают заповеди, это немного смешно. То есть, это постоянная работа, ежедневная такая тяжелая работа по выполнению заповедей, которая дает возможность вырабатывать некую там духовную энергию. Но, в принципе, это работа. Теперь, значит, мы разобрались, что такое заповедь Тфилин. Теперь есть в ней еще один аспект очень важный. Вот смотрите, значит, когда человек изучает Тору, когда человек изучает Тору, он пытается понять Бога. Бога понять нельзя, но мы пытаемся, мы пытаемся о нем рассуждать, мы пытаемся понять, что он нам хотел сказать через там разных преподавателей, переводчиков, интерпретаторов. Ведь все, что я вам рассказываю, это то, как я понял и как я интерпретировал то, что поняли другие люди. То есть, каждый пытается выстроить свою личную систему понимания Всевышнего. Это первый этап. Это мы узнаем о Всевышнем. Это мы изучаем Тору в этот момент. Мы изучаем Тору. Вот ты поучил Тору, у тебя появилось некое представление о Всевышнем. Это как человек, который едет куда-то. Вот я еду в Берлин, я про Берлин, например, ничего не узнавал. Потому что я сейчас приехал по делу, не путешествовать. Но если я ехал куда-то путешествовать, вначале ты узнаешь об этом месте. Ты собираешь информацию, ты пытаешься там, какие-то читаешь истории, историков про это место, как оно возникло. Потом ты приехал в это место, и ты это место начинаешь видеть и чувствовать. Это вот второй способ, второй этаж взаимоотношений с Богом. Что значит второй этаж? Второй этаж открывается, когда ты начинаешь молиться и разговаривать со Всевышним. То есть вначале Тора это ты узнаешь о нем. Молитва, она и называется авуда. Молитва это авуда, это как работа. То есть молитва это ты с ним соединяешься. Ты начинаешь благодарить, просить. То есть у тебя возникает внутренний личный диалог. Теперь есть еще третий способ взаимоотношения с Богом. Это когда ты его чувствуешь. Как ты можешь Бога почувствовать? Только выполняя заповеди. То есть в этом мире человек чувствует слова, он чувствует. То есть есть слова, например, когда один человек другому говорит, я тебя люблю. То второй чувствует в этот момент любовь. Но есть уровень чувства, который намного сильнее, когда ты прикасаешься, например, к человеку. Так вот, с Богом соприкоснуться можно только выполняя заповеди. И тфилин, тфилин, это вот одна из таких знаковых заповедей, когда ты одеваешь на себя вот эту вот коробочку одну, коробочку другую. И ты это делаешь неосознанно. Знаете, бывает, что так быстро одел тфилин, все сказал Шма-Исраэль и, значит, и убежал. Но когда ты реально это чувствуешь, то ты соединяешься с Богом на еще более таком глубинном уровне ощущений. То есть вот есть знание о Боге, есть разговор с Богом, соединение с Богом, это молитва. И есть выполнение заповедей, это соединение с Богом на уровне ощущений. Хорошо, вот это мы поговорили чуть-чуть про тфилин. Подробнее вы можете зайти, опять же, когда будет этого урока рассылочка, вы сможете увидеть там ссылки очень интересные на разные статьи о тфилине. И сейчас я хочу в конце рассказать небольшой рассказ, который Раббанит Хава Куперман, дочка Рава Зильбера, рассказывала про отца. И она рассказывала очень интересную такую вещь, любовь. Вот его отличало такое качество, очень сильная Рава Зильбера, любовь. То есть знаете, вот первый раз я его когда увидел, все, я, значит, когда увидел его, Рава Зильбера, то у меня возникло вот ощущение, как почувствовал вот этот божественный свет, да, то есть он его просто распространял. И дочка его рассказывает, Хава Куперман, что любовь к человеку, к детям, к природе наполняла его жизнь. То есть он любил все, к человеку, к детям, к природе. У него была очень большая душа, и он все время старался быть радостным, все время подпитывал свою любовь. То есть любовь это активное такое чувство. Когда человек начинает сердиться, ему трудно любить, а когда он радостный, он может любить. И он постоянно Рав Зильбер сам себя заводил, мог перечислять, как ему хорошо. И это хорошо, и это хорошо, и это хорошо. Это я помню, это была его отличительная черта такая. Вот он заходил, например, там какая-то, ну кого-то поздравит, я не знаю, обрезание, ну какая-то такая свадьба. Он заходит, он мог взять кусочек хлеба, макнуть его в стакан с пепси-колой, и так вот, и говорит, райский вкус. Он все время заходил к себе в квартиру. Каждый раз, когда он заходил в квартиру, у него была очень простая маленькая такая квартирка, вообще, ну вот очень простая. И он заходил и такой говорил, хоромы, хоромы, говорит, у самого царя Давида таких не было, у него же не было электричества. И он восхищался всем. Значит, и это хорошо, и это хорошо, и это он мог перечислять очень много, как ему хорошо. И дальше она продолжает, был период, когда у нас были тяжелые долги, и тетя болела. Но папа, приходя домой, начинал танцевать. Смотрите, как нам хорошо. Он начинал заводить нас, детей, и сам заводился. Когда человек активно что-то показывает, он сам заводится от своего поведения. То есть, когда ты телом что-то делаешь, ты сам заводишься от своего поведения. Апатия для него была самым неприемлемым свойством. Лучше бы на него накричали, но не оставались безразличными, хотя бы как-то ему ответили. То есть, он, значит, вот все время был такой вот, заводился радоваться, веселиться, благодарить Всевышнего. Он никогда не ощущал себя жертвой. Для него не было радостью дать. У него была радость помочь другому. Есть люди, которые ощущают какую-то силу, собственную значимость от того, что дали. А папа, когда видел, что кому-то надо помочь, радовался, что может помочь. То есть, у него была радость, что он может помогать. Он до 80, там, он умер, ему было 87 лет. Он до последнего момента, он все свои силы отдавал, чтобы помочь людям вокруг себя поднять настроение, повеселить и так далее. Хорошо, друзья. Все, вот у нас есть сегодня очень хороший пример. Первое. Всему негативному просто не верить. Установить защиту не верю. Вот не верю. Второе. Это заповедь тфелин. Это для мужчин, евреев. Даже женщины не могут одевать тфелин. Женщины, даже еврейки, хоть она там дочка самого большого раввина, все равно женщины тфелин не одевают. Мужчины только одевают тфелин. Женщины не одевают. И мальчики до 13 лет не одевают тфелин. То есть, этот тфелин, это серьезная такая антенна, связь со Всевышним. И третье. Радуемся, радуемся всему, благодарим Всевышнего и вводим себя, вводим себя в состояние радости, чтобы быть радостным. Все. Всем удачи, успехов, хорошего, прекрасного дня. Значит, сегодня день рождения государства Израиль. У меня сегодня, кстати, выяснилось, нет дня рождения. Видите, я до 26 лет, я вообще не знал, что есть такой месяц Ияр. То есть, я жил до 26 лет своей жизни, пока не стал религиозным, я не знал, что есть вообще еврейские лунные месяцы, и что есть такой месяц Ияр. Потом, когда я узнал, что месяц Ияр, я получил Туда Дзеут, это паспорт Израиль. И там написано, что по еврейскому календарю у меня день рождения третьего Ияра. Сегодня третья Ияра, день рождения Израиля. Да, я думаю, ну отлично, день рождения Израиля, у меня третьего Ияра день рождения. И с 26 лет, я не праздную дни рождения, я почему-то считаю, что дни рождения, ну как-то у меня нету с ними пока особой связи. Я не вижу, не понимаю большого смысла в праздновании именно этого дня. Значит, но плюс ко всему оказалось, оказалось год назад, мне мой брат нашел, Михаил, нашел такую карточку из роддома со временем рождения. Оказалось, что я родился в 10-15 вечера, а день начинается с вечера. Так, у меня день рождения не третьего Ияра, у меня день рождения четвертого Ияра. Вечером начинается, то есть завтра день рождения. Представляете, вот насколько человек живет в своем таком придуманном мире, и этот мир, он дополняется. И то, во что ты веришь, оно становится частью твоего мира. То, во что ты не веришь, оно не становится частью твоего мира. Но от того, что ты во что-то веришь, это правдой не становится. То есть люди могут верить прямо, они за какие-то идиотские идеи могут убиваться, доказывать и так далее, а это неправда. А вот такие идеи, которые ЭМЭД, истина, это Тора, да, это истина, люди не верят, очень странно. Все, всем удачи, успехов, прекрасного дня, пока.